так мужики переставил поливалку уже на третье место вот площадь уже какая полилась тут за пару часов может быть с небольшим вот еще заметил что заметил даже которая лежит горчица бывает сверху она не этот не присыпалась пожалуйста какой росток уже она дала это вот буквально вчера только дождь прошел и и позавчера загарнул вчера дождь прошел а сегодня ее поливаю и вот пожалуйста такой же росточек вот еще сверху лежит вот уже какой росток большой значит думаю дело будет вот росточек но это нам мокрым также и на сухом здесь все прекрасно это дело проросло попробую найти нибудь а вот лежит сверху это после вчерашнего мужики дождя поэтому буду поливать пускай растет вот проросшая поливал кота а вот еще лежит сверху ну вот ростки какие вот такие дела в общем недолго музыка играла в углу потух магнитофон вчера еще дождь поливал сегодня уже сухо в общем благодаря сергею скурганинска который подсказал что есть такая лента спрей лента или как он там называется golden спрей до или спрай для дождевания но это не капельный полив а именно заливать определенный участок взял ее 10 метров 30 рублей метр стоит у нас глушка которая закрывает один из торцов 50 рублей и вот эта часть которая подсоединяется с другой стороны до куда подходит шланг вот они были с кранами но я взял без краном потому что она на пробу так сказать 400 рублей все удовольствие вот такие вот дела насос сейчас покажу так на насос стоит у меня поверхностный маркировочка кому интересно вот можете поставить на паузу почитать характеристики не знаю хватит его не хватит но тем не менее конечно труба у меня за ужина должна идти 32 у меня стоит 25 сейчас начнем с самого ближнего расстояния посмотрим как это будет давить через 25 трубу и это все дело работать ну как говорится хор и ля ля кстати я мужики не поздоровался всем привет чем панали на огород разложим эту ленту и посмотрим как все это дело происходит ну так мужики давайте смонтируем что ли и это наш фланг лужка с одной стороны ставим ее вот так вот не знаю быть видно не видно вот так это вставляется дело туда потому как кольцо зажимается и все и она заглушена ну соответственно также с другой стороны я не знаю попадает там в кадр камера отвернута вот таким вот образом все вот это весь монтаж насколько она будет раскидывать я мужики не знаю поэтому сейчас ее растягиваю так передатчик на кепку зацепил в кармане как прошлый раз связь не прерывалась это даже в 10 метров даже много получается но не знаю сейчас проверим посмотрим лишнее может отрежу а может и не буду отрезать в общем сейчас сейчас покажет да нету народ больше 10 отрезал однозначно красавчик я не знаю просто сколько она будет бить в сторону поправлю если чё если чё поправлю написями вверх положу не знаю правильно делаю неправильно вот отлично все сейчас шланг подключаю и посмотрим ну чё как говорится погнали до забора мужики от шланга где-то два метра но если чё ближе поставлю либо дальше сейчас посмотрим как это работает не вырвать лёд там с краю все насос пошел работать вот она надувается надулась но воды там еще нет шланг пустой вот этот шланг пустой пошла вода вот такие вот дела сейчас давление создастся по всему шлангу а там уже ближе покажу пока воздух выходит вырвала вырвала край поэтому делаем выкол сейчас надо что-то придумать с краю другое так давайте будем изобретать хорош гавкать молодец будем соединять соединяшку вот так буквой соединю так сказать один на один две деревяки и между собой так и уложу из кручу что моих его зажало понятное дело что не через ленту отлично я думаю удержит здесь рыбаки ходят собака разрывается кто ж такую же рута улазит его я думаю этого мужики будет достаточно чтобы не вырвало я надеюсь было видно ночью попытка номер два ох ничего себе как высоко лупит выше моего роста и собаку заливает мужики что ты дружище капец до тебя достает надо и оттягивать еще на метр на метр сейчас померяем потом сколько перекрывает площадь какую там надо подмотать потому что вода идет на сгоне подмоточки сейчас подложу там край держит давление и собаку на спасать так друзья попытка номер три здесь подмотал под резьбы подмотку и передвинул ее от забора на три метра сейчас воздух выходит выше на но это не передается мужики на выше меня ростом бьет сейчас чуть пополивает я покажу с какую площадь она перекрывает вот даже можно чуть-чуть туда потянуть на дорожку летит вот я здесь иду и вот сюда добивая но это сейчас будет видно еще ветерок в ту сторону офигенная штука чего я раньше не знала в ней некие поливалки не нужны уложил две таких на всю длину огорода вот так отсюда и до конца разделить на три части и все только переключая шланг я думаю давление хватит телефон оказывается перегрелся камера выключилась а я рассказываю там почем в одессе рубероид в общем посчитал шагами от забора и вот до края где кончается орошение так сказать да чуть больше шести метров в чистоте вообще 6 метров перекрывает вот так 10 на 6 участок сейчас идет полив мужики не знаю как показать эти струи они вот все долго вот так вот в разные стороны там перфорация идет на меньше миллиметра отверстия и они именно со стороны надписей снизу их можете нет поэтому так и уложил все тут нормально добивает все отлично идет вышиной долбит в больше двух метров на фоне неба и конечно не видно в общем отличная штука как я уже говорил не знаю там прервалась видео сейчас если опять не выключится можно взять метров по 20 я думаю даже 30 вот так вот уложить одну на три части разделить полосу да и в рядок в картошку а потом просто переключать чтобы их не перетаскивать я думаю достаточно не так высоко будет но перекрывать будет весь участок капитально ну надо экспериментировать это я взял друзья на пробу в общем давайте через час включусь и посмотрим насколько промочила все это дело землю вот четко уже видно линия полива это всего лишь вот 10 опыляет на 6 до вот такие вот почти сотку захватывает такая система вот ее здесь мне сейчас прекрасно видно вам не знаю на камеру конечно это может быть не сильно заметно да где-то вышиной метра два 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 двадцать в общем ладно через час включусь телефон пускай остынет так мужики прошло не знаю чуть меньше часа короче сходил пообедал и и сразу вернулся вот поливалка стоит поливает и что и что я наблюдаю смотрите вода стоит дождик на телефон я не знаю сейчас попробую увеличить стоит вода вот вода стоит насколько промочила тоже интересно сейчас попробую колупнуть друзья выкопал он ямку и до сухого еще не добрался а как хорошо поливает на спину блин телефон не залила водой связи с экран и выключилась камера выкопал ямку сантиметров на 5 промокла земля за час ведь ухты ветер поднялся мою сторону сейчас он еще дальше поднялся ветер дорожка пошла поливаться вообще вода стоит меньше часа прошло с той стороны друзья тоже ветер поднялся сейчас дует с этой стороны все сносит в ту сторону он вода вот так все друзья вода вот так вот поливается кстати я говорил не говорил диаметр и 40 миллиметров или 4 сантиметра есть продаются еще 32 но не китайские я чуть не захотел это корейская корейская система вот такие вот дела отлично заливает вообще шикардос шикардос тут вообще на сантиметров 10 промокла да везде сейчас попробую здесь копнуть с краю да с краю чуть поменьше промочила тут сантиметра четыре наверно дальше вот сухая земля это вот ближе к краю там где ближе к шлангу сильнее промокается но теперь можно я на границу сюда передвинуть этого участка я думаю чтоб она поливала еще это от забора было и отстать тупин собака сухая было а теперь буду передвигать сколько мне надо сколько мне надо вот как-то так так ну пускай может еще часик пополивает возможно это конечно много давайте сейчас ее переставлю выключаем возможно так делать нельзя но это мой первый опыт использования вот этой штуки поэтому будем учиться возможно по полчаса вот отсоединяю ленту мужики подсоединяю где-то примерно примерно вот здесь вообще вода стоит капец капец и вот так вот тащу а с того стороны она вода выходит и лента становится легенькой можно смотать ее вот она водичка выливается осталось чутка все абсолютно легкая лента получается и примерно здесь да примерно здесь укладываю я снова сейчас камеру разверну если она еще не вырубилась плюс-минус пойдет пойдет вода вылилась она абсолютно легенькая это я делюсь мужики впечатлениями своими потому что никогда этим раньше не занимался вот так натянем и так же ее соединяю одеваю кольцо так вот остается только запустить можно об себя да чем мы не в деревне что ли живем как-то так я чуть туда потяну сейчас она наполнится водой так как я ее сливал и пойдет поливать все отлично отлично пошло даже можно еще чуть-чуть туда и дорожку мочит от ветра сейчас я потяну ух ты ай 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 какой хороший дождик чуть-чуть за одной руки на струе помою ну такие вот дела отлично сейчас отлично дорожка сухая и поливает ну а на этом в принципе можно видос закончить дальше уже вот так все понятно что будет происходить на буду перетаскивать каждое не знаю полчаса может все это очень легко делается и и просто мужики я доволен системой полива такой вот как то так все всем пока с вами был санек скоро увидимся это и а и и и и